Им по 90, но они с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Сразу две долгожительницы села Пластунка сегодня принимали гостей. Вместе с друзьями и родными поздравить их приехали и высокие гости. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя будущего, детей и внуков. Поздравляем вас еще раз с днем рождения. Цветы, подарки и памятный адрес от президента страны. В год 70-летия Великой Победы труженица тыла Александра Алексеевна Чаквитадзе окружена вниманием. Дочь, внук и три правнука живут одной дружной семьей. Умеет как-то владеть собой. Она по натуре спокойная. Может поэтому еще я ей помогаю как могу. Хотя 15 лет она уже инвалид первой группы и лежит. Александра Алексеевна всю жизнь живет в селе. Работала с 16-й и до пенсии. 27 лет отдала школе и обучала малышей грузинскому языку. Мы не могли не поздравить их, не могли не приехать и не оказать им уважения. Почему? Потому что такие люди есть у нас. И мы должны о них помнить. Мы должны знать, должны говорить об этом людям. Вторая юбиляша Вера Семеновна Токарева тоже педагог. В далеком 63-м переехала в Сочи из Краснодара. Чтобы больше времени проводить с детьми, устроилась с педагогом в 35-й детский сад. Да так там и осталось до выхода на пенсию. Вера Семеновна по сей день делает почти всю домашнюю работу сама. Убирает и готовит, вот только иногда подводит здоровье. Газа нет, вот мы и мёрзнем. А я уже не могу. Печка? Уже не могу. Одна тут пока жива. А так всё хорошо. В этом вопросе пенсионеркам помогает районная администрация. Газифицировать село обещают уже этой зимой. Как это было запланировано, при большой поддержке и под руководством главы города, выделено финансирование и запланировано окончание работ по газификации данной улицы на начало 2016 года. Так что уже совсем скоро вместо дорогостоящих привозных баллонов в дом к долгожительницам придут газ и тепло. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.